В Казахстане планируют увеличить переработку алюминия в 5 раз, свинца в 4 и меди в 13 раз. Для этого до 2029 года в стране должны реализовать 20 проектов. Это позволит стимулировать отрасль изготавливать готовые изделия. Даниэр Даутов в программе «Курс дня» расскажет подробнее об инвестпроектах и других экономических новостях. Здравствуйте, в студии Даниэр Даутов. В следующие пять минут представлю главные новости из мира экономики и финансов. Национальный банк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% годовых. Решение Денежно-кредитного комитета основано на обновленных прогнозах Национального банка, анализе данных, а также оценке баланса рисков инфляции. По мнению экспертов, решение созвучно политике мировых регуляторов. Напомню, что на последнем заседании Федеральная резервная система США подняла ставку до исторических 4,75%. И по прогнозам аналитиков, может и дальше продолжить проводить политики повышения ставок, чтобы не допустить новых витков инфляции. Сохранение Национальным банком базовой ставки выглядит в текущих условиях достаточно логично. То есть, с одной стороны, риски проинфляционные все еще сохранились, но они все-таки уменьшились. Глобально мир инфляцию не победил, она все еще высокая. Говорить о какой-то победе достаточно рано. Наши локальные отечественные истории, связанные с инфляцией, все на месте. То есть, рост расходов бюджета все еще достаточно большой. При этом инфляция в Казахстане в марте замедлилась как в годовом выражении, так и в месячном. По мнению экспертов, судить о развороте всего инфляционного тренда пока рано. И Нацбанк, кстати, сохранил ставку на прежнем уровне. Решение по базовой ставке было ожидаемым. Темпы инфляции в годовом исчислении за март впервые снизились с декабря 2021 года. Однако инфляция остается все еще двузначной. И в текущих условиях оптимальный вариант для Национального банка – это удержание базовой ставки. В Казахстане возросло число внутренних туристов. По итогам 2022 года число путешествующих внутри страны превысило 8,5 миллионов человек. По данным Министерства культуры и спорта, это рекордный показатель. Ведомстве также сообщили, что предпринимают меры для того, чтобы и этот показатель увеличился, помогают создавать новые объекты для отдыха и улучшают инфраструктуру. Так, в 2022-м появились 284 новых места размещения. А их общее число по стране достигло 4 тысяч. Единовременная вместимость увеличилась на 10 тысяч единиц и составила более 203 тысяч койкомест. Ранее в Казахстане запустили несколько инструментов господдержки предпринимателей в сфере туризма. Среди них частичное возмещение затрат бизнеса на строительство туристических объектов и приобретение необходимого оборудования. Государство субсидирует от 10 до 25 процентов затрат предпринимателей. В Казахстане планируют увеличить переработку алюминия в 5 раз, свинца в 4 и меди в 13 раз. Для этого до 2029 года в стране должны реализовать 20 проектов. Это позволит стимулировать отрасль изготавливать готовые изделия. В Министерстве индустрии инфраструктурного развития также сообщили, что в следующие 6 лет планируют ввести свыше 800 инвестиционных проектов с созданием порядка 147 тысяч рабочих мест. Для обеспечения проектов необходимой инфраструктурой будут запущены малые промышленные зоны. Средства для этих целей будут выделять через Фонд развития промышленности. Кредитный портфель микрофинансовых организаций Казахстана достиг почти 900 миллиардов тенге. В профильной ассоциации сообщили, что в прошлом году количество МФО увеличилось на 19 и сейчас составляет 237. Одним из главных событий 2022 года в ассоциации называют вступление в силу поправок в законодательство, позволяющих микрофинансовым организациям трансформироваться в банки второго уровня. Некоторые из крупных МФО уже приступили к работе по конвертации и созданию банков. Казатампром поставил уран для АЭС Румынии. Компания одержала победу в открытом тендере. В соответствии с условиями контракта Казатампром осуществила поставку природного урана до завода СНН. Это государственная компания Румынии в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, которая производит ядерное топливо, а также является оператором чернозаводской АЭС, обеспечивающей около 20% производства энергии в стране. Закись окиси урана из Казахстана экспортировали через транскаспийский международный транспортный маршрут, сообщили в пресс-службе организации. В завершении выпуска «Курс валют» на ваших экранах сейчас появятся актуальные на сегодня данные. Далее следуют итоги торгов на казахстанской фондовой бирже. На этом у меня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова